Продолжение следует... Отлично, уже идут плюсы. Ну, собственно, как обычно, для тех, кто только впервые зашел, я представлюсь. Я Фред, трейдер, управляющий активами. Собственно, торгую на рынке уже много-много лет. В основном торгую акционами, иногда фьючерсами, валютами. Ну и редко бывает, что мне на руки попадаются акции. Рынками занимаюсь очень-очень плотно. Ну, собственно, это единственное, что в жизни у меня вообще есть. Организован, вы знаете, организатор Admirals Markets. Предупреждаю о рисках. Маржинальная торговля – это риски. Вы можете потерять больше, чем у вас есть, потому что используете плечо. Ну и, наконец, вот вы видите офисы в Таллине и в Лондоне. И контакты, по которым можете обращаться. Я всего лишь приглашенный эксперт. Сегодня мы поговорим с вами, как обычно, по вторникам. Ну, во-первых, четыре идеи рассмотрим как минимум. Почему четыре валюты – сырье, акции и индексы. Не всегда есть прям готовые идеи. Например, по нефти. Мы сейчас об этом будем долго говорить, потому что заседание ОПЕК будет. Ну, не прям скоро, но будет в ноябре, 30-го числа. И идея в том, чтобы подготовиться и обсудить, почему нефть так сильно устремилась вверх. Ну и, собственно, обсудим текущую ситуацию. Даже если нет идей, обсудим, что происходит именно с точки зрения текущих событий, фундаментального анализа, макро-статистики. Ну, почти без теханализа, но как же без него? То есть идея вторничных вебинаров – обсуждать текущую ситуацию, а не какие-то конкретные торговые идеи на графике. Идеи больше вот такие, связанные с событиями или макро-статистикой. Ну и так, поехали. Я переключусь на презентацию, точнее нет, я переключусь на графики. Начнем мы с нефти. Вот я сегодня смотрел на график и понимал, что я не имею никаких идей по поводу нефти. У меня всегда что-то в голове есть, большей частью я медведь. В последнее время я с лета начал говорить, что не совсем я медведь, потому что по одной простой причине сначала сезонность была, теперь ОПЕК. Ну, то есть быть медведем немножко опасно. И у меня в голове крутится очень много идей по поводу того, что же может произойти на этот раз. С одной стороны, я думаю, что может повториться ситуация годичной давности, когда ОПЕК просто повысил, понизил точнее квоту и рынки устремились вверх. Хотя в тот момент для меня это было неожиданностью. Ну, то есть как так? Все заранее известно, все понимали, что на эти шаги пойдет ОПЕК. Единственной неожиданностью было то, что действительно через несколько дней после собрания, очередного собрания ОПЕК, собрались страны, не входящие в ОПЕК и тоже снизили. Но это тоже было предсказуемо, но не настолько, насколько заседание ОПЕК. А это раз. Сейчас, Андрей, вопрос тоже ответим. Секунду, почему-то не запускается экран. Еще раз я сделаю загрузки. Сейчас он попросит установить плагин. Пока не просит. Я его, наверное, вручную установлю. И почему-то не включается. Так, вот. Открыли. Открыть. Должно включиться, но вот опять я не вижу. Окей, давайте я выйду и снова зайду, перелогинюсь, потому что он не видит почему-то внешнюю программу. Так, еще раз разрешить открыть. Вот все должно сейчас запуститься. Да, запустилось, наконец. Метатрейдер вы видите на экране, он уже тоже запустился. Итак, нефть, практически 52 уже, я вижу, что, наверное, 52.30. Сейчас я включу Ctrl-M. Собственно, это не важно, даже 52.30 или не 52.30. Мы подошли к линии сопротивления. 52.28, 52.31. Мы подошли вплотную к линии сопротивления. К линии. И, вероятно, пробой, если он состоится, то завтра запасы нам подскажут вообще, что происходит. Последний раз запасы, помните, снижались, снижались сильно, графика у меня нет по движению запасов, но даже, я думаю, это не столь важно сейчас, потому что ураганы немножко испортили ситуацию. Вот Андрей спрашивает, что там со сланцем, точнее он даже утверждает, что почему сланцевая добыча продолжает сокращаться, хотя ураганы вроде прошли. Ну, давайте откроем и посмотрим, что происходит с вышками. Прошлая неделя у нас было сокращение на 5 вышек. Вот я открываю сайт Baker Hughes, это вот компания, ну, кто-то говорит, что Hughes читается, кто-то говорит, что нет, Hughes читается. Я открываю сайт и бросаю вам его в ссылку сюда, для тех, кто не знает. Вот здесь можно смотреть статистику по сланцевым месторождениям и вообще по всем месторождениям в США и Канаде. Нужно зайти вот на этом сайте, я показываю прямо на экране, секундочку, переключусь, переключусь с методрейдера, я показываю на экране, где нужно смотреть. Вот здесь у вас на сайте есть внизу GoToRecount, вот эта вот ссылка. Тут есть краткая табличка, но она не сильно актуальна, потому что тут и нефть, и газ все смешали в одну. Поэтому надо нажать вот на эту ссылку, откроется вот еще одна такая таблица, дальше нажимаете North America, североамериканские месторождения, а все остальное не нужно. И вот здесь в PDF файле, он сейчас откроется, скачается, откроется. Вот статистика 7 вышек снижения на этой неделе, в прошлой неделе было минус 5 вышек, сейчас 7 вышек. На самом деле, да, это странно, я глубоко не копался в вопросе и не знаю, почему они продолжают сокращаться. Возможно, там есть какая-то инертность, не все так легко, ураганы прошли и быстро начали эксплуатировать. Все может быть, если у кого-то есть информация, почему это до сих пор происходит, напишите в чат. Что я могу сказать? Цены на самом деле достаточно интересные, чтобы вышки росли, был прирост вышек. При цене 52 куда интереснее заниматься добычей, чем при цене 40. Вот и тем не менее, вышки продолжают сокращение. Но это не такое сильное сокращение. Да, оно сильнее, чем раньше когда-либо было. Я больше трех вышек не видел особо сокращений за последние полтора года. Ну, может, один раз было пять. А вот сейчас уже вторая или даже третья неделя подряд идут сокращения. Там одна-две вышки, потом пять вышек, сейчас семь вышек. Да, процесс не очень для медведей на рынке нефти не способствует. Не рады они такому процессу. Что можно сказать? В общем-то, если ни у кого нет информации по поводу причин, можно свалить, конечно, на то, что ураганы, инертность, не так легко заводить эти в эксплуатацию вышки. Возможно, какая-то сезонность, я не уверен. Потому что к зиме, например, канадцы сокращают количество буровых. Точнее, к весне уже после зимы. Кто-то объяснял это тем, что они не хотят портить дороги, чтобы не таскать всю эту технику по дорогам. Вот они как бы просто прикрывают, чуть ли не на зиму и весной снова открывают. Есть такие сезонные моменты, но они не всегда актуальны. То есть нельзя сказать, что всегда, каждой весной такой процесс происходит. Что касается буровых, еще тут важно то, что они не напрямую влияют на цены. То есть, когда буровые росли, цены на нефть так сильно не снижались. Там есть большой лаг, там есть большая разница, по-моему, сейчас скажу, 15 недель. Да, по-моему, 15 недель в среднем. То есть, корреляция тоже не 100%, она где-то больше 0,5. То есть, есть строгая связь, не прям строгая-строгая, но какая-то связь есть между буровыми и ценами на нефть. Так вот, даже эта связь имеет задержку, лаг. Сократились вышки или выросли вышки, не прям завтра цены пойдут вниз, а в среднем через 15-19 недель. Так что нынешнее сокращение вышек, хоть и отражается на росте цен на нефть, но возможно, что с этим связано в меньшей степени, связано с чем-то другим. С чем еще может быть связан рост цен на нефть? Во-первых, ОПЕК впереди. Есть какая-то интрига. Ну, мы понимаем, все понимают, что квоты, снижение квот будет продлено. А те квоты, которые снижены, были год назад, и потом было продление сроков на втором заседании в мае или в июне, скорее всего, ОПЕК эту ситуацию оставит такой, какая она есть. Комментарии большинства нефтяных стран, министров энергетики, даже министры нефти, есть такой пост в некоторых странах. Комментарии сводятся к следующему. 50-60 долларов – очень даже комфортная цена и для потребителей, ну и для нас. Собственно, они не ждут особо высоких цен. Скорее всего, не будет ОПЕК сворачивать эту программу, скорее всего, он ее продлит. Единственное, меня удивляет то, что рынок удивлен, рынок заинтригован снова. Это понятно, что продлят программу. Ну вот, давайте подождем, что будет выше 52.30, завтра подождем запасы. И, собственно, все там будем уже размышлять. Медвежить особо играть на понижение я бы не стал. Ну и быком бы не записывался в быки. Вот чисто наблюдатель. Пробьем 52.30, посмотрим, что будет. Наверху очень сильные уровни сопротивления, многолетние. Обратите внимание, сейчас посмотрю. Да, метатрейд отключен. Обратите внимание, когда мы в последний раз были 55. 55, это было в 16-м году, осенью 16-го. Год назад последний раз касались этих уровней. Причем два раза двойную вершину показали и посыпались вниз. Так что в ближайшее время этот уровень 55 будет снова очень сильно выступать сопротивлением. Там еще мувинг подходит. И вообще это очень многолетний такой максимум. Потому что выше, если выше 55, то это было один раз, так скажем, случайно. В каком-то там 15-м году весной. Вот весной 18-го уже будет 3 года, когда цены не касались шестерки, отметки там 6, 61, 60, 62. Так что это очень высокий уровень. Готов ли рынок увидеть эти цены? Не уверен, что он готов. Не уверен, что там не зайдут медведи и не развернут снова рынок. Что еще можно сказать? Запасы очень долго снижаются. Слишком долго они снижаются, чтобы говорить о каких-то случайных изменениях на рынке. Это уже которая неделя, там 3, 4, 5, не помню, я потерял счет, которую неделю запасы показывают динамику на снижение. Уже 5 миллионов в неделю никого не удивляет. Ураганы не ураганы. Вот уже прошли ураганы, да, вот как Андрей писал. Ураганы давным-давно закончились. Уже конец октября. Даже сезон ураганов скоро закончится. В ноябре, по-моему, уже не актуальны ураганы в Мексиканском заливе. И тем не менее, что мы видим? Мы видим продолжение роста цен. Хорошо. Можно сказать, что и сезон ураганов еще пока не закончился. Где-то остаточное явление влияет на рост. Фактор ОПЕК влияет на рост. Есть маленькая еще интрига по поводу того, что будет делать не ОПЕКовский станок. Да, еще одна интрига. Кстати, новый член ОПЕК появится 30 ноября на заседании ОПЕК объявит. Я не знаю, говорил я об этом или нет на каких-либо вебинарах. Но объявят нового члена ОПЕК. Не говорят, какая страна. Ну, поразмышляем. Может быть, рынок готовится к тому, что это Россия. И тогда просто ОПЕК будет контролировать абсолютное большинство. Но мы не знаем. Если это так, то держись, рынок. Хотя, кто сказал, что Россия с ОПЕКом не сговаривались. Кто сказал, что они не ладят. Очень даже ладят. Очень даже вместе могут договориться. Пока проблем не было. Но если еще и Россия объявит об этом, то я не знаю. Ну, это так просто. Просто разговоры. Даже не слухи. Я просто наугад сказал, кто знает, кто будет следующим членом. По крайней мере, Генсек ОПЕК в прошлый раз намекнул, что будет у нас новый член. Но кто это, он не сказал. Я вот подозреваю... Может быть, если бы это была какая-то мелкая страна, они бы взяли и сказали, как они там, бурки на посуду. Получается, что есть какая-то интрига, какая-то важность у этого события, поэтому он не сказал. Или он не имеет права по регламенту. Ну, посмотрим. 30 ноября узнаем, кто еще вступил в ОПЕК. Вполне возможно, вылетевшая из ОПЕК страна пару лет назад снова ее взяли в члены. Кто знает. Андрей спрашивает, может ли ОПЕК как-то влиять на сланцевиков. Нет, никак. Диалог между ОПЕК и сланцевиками мог бы состояться... Год назад было такое собрание в Техасе, собирались нефтяники и обсуждали, в общем-то, будущее. Ну, просто обсуждали. На самом деле, ничем это не закончилось. Просто, как Никита Михалков в фильме «12» сказал, потрындели, пообщались и разбежались. Ну, и другого ожидать не стоило. Как могут еще ОПЕКовцы повлиять на сланцевиков? Они всего лишь могут призвать к диалогу, мол, не качайте слишком агрессивно. Баланс рынка в наших общих интересах на самом деле не факт, что в интересах сланцевиков в том числе. В интересах ОПЕК, да, чтобы не было новых добывающих, новых, а новые мощности не включались в рынок. ОПЕК не хочет изменения баланса. А сланцевики – это как раз новая сила, им как раз на все плевать. Они только изучили эту технологию, они только нашли способ довести цену сланцевой нефти до каких-то уровней интересных, и вот вовсю качают, кто первый, тот и успел. Так что интересы у них разные. В то время как ОПЕК – старая организация, которая желает такого баланса, стабильности, сланцевики навряд ли в этом заинтересованы. И они разрознены. И я не уверен, что даже есть какая-то крупная ассоциация сланцевиков, которая продвигает их интересы. Даже если была, она бы как раз делала то, что сейчас и делают. Так что диалога пока нет. Были просто разговоры, были просто в Техасе какие-то заседания, собрания. Окей, по нефти резюмирую. Непонятно что. Посмотрим, пробьем ли мы сейчас максимумы от многолетней, годичной давности. Если не пробиваем, то хорошая двойная вершина. Если завтра запасы покажутся какими-то очень растущими на фоне последних тренда. Если еще и ОПЕК начнет как-то неуверенно говорить о том, будет ли продолжение сниженных квот. Ну тогда к развороту. А пока не пахнет даже этим. Рынок заинтригован, у рынка эйфория, ОПЕК, запасы и вышки. Все три фактора говорят о обычном настрое. И вышки снижаются, и запасы снижаются, и еще и ОПЕК скоро соберется. Возможно что-то интересное нам скажет. Окей, так что делать тут нечего. Можно на правой ловить. Но я не знаю, я быком по нефти давно не был. Поэтому пока воздержусь, пока буду в стороне. Михаил про фунт спрашивал. Давайте посмотрим, что с фунтом происходит. Могу сказать, что были в последний раз. А, кстати, секундочку. У нас тут бренд очень неплохо ходит. Ну очень технично, аккуратно. Я его специально вот так вот сжал, чтобы шума не видеть. Посмотрите, как он точно отлиниет, это четырехчасовой. От линии восходящего тренда, который лишь один раз был нарушен. Нарушен всего. Сколько касаний было? Раз, два, три, четыре, пять. Ну нарушили, окей. Шесть, семь, восемь, девять. Девятое касание линии. Я даже думал пробьем, потому что когда очень часто касаемся трендовой восходящей линии, или нисходящей линии, то подозрение возникает, что может быть в этот раз пробьем. Потому что девятое касание нет. Снова отскочили, отлично, все идет в рамках тренда. Если кто по бренду эту линию рисовал, можно ее просто придерживаться. Можно придерживаться и сверять в тренде мы или выскочили из него вот по этой линии. Да, здесь был ложный пробой, но может быть следующий будет не ложный. По крайней мере, вы закроете покупки, если мы выйдем из этого канала. Вот посмотрим, чем закончится. Тоже бычий настрой. Причем, если WTI уже стремится к новым максимумам, буквально даже может пробьет их скоро, сейчас я вернусь, то бренд далек от того, чтобы пробивать какие-то новые максимумы. Хотя здесь, конечно, часовой нельзя так. Да, все-таки по бренду другая картинка. По бренду вот здесь до пика еще целый доллар, 58. А сколько на пике было? 58, 59, 50. Да, доллар с лишним. А по WTI у нас было совсем близко, 30 центов. То есть WTI уже приближается к максимумам. Что у нас со спредом? Спред снова расширился. Ну, давайте просто посмотрим цифровую разницу между, чисто числовую, даже не цифровую, числовую разницу, 52, 25, 58, 31. 6 долларов снова. Снова 6 долларов. Ну, то, что мы видели на графике. WTI уже на максимумах, бренд еще нет. Я бы дождался 7 и снова бы зашел. Ну, у меня уже висит там конструкция, никак ее не закрою. Частично закрыл, частично осталось. Очень даже неплохо. Кстати, парный трейдинг у нас же семинар, ребинар будет. Когда он будет, вот я не знаю. Ну, вы знаете, наверное, email мне тоже приходил в четверг, по-моему, в этот четверг, да, или в следующий. Я не уверен. Если кто знает, напишите. Должен быть у нас вебинар по парному трейдингу. Снова я расскажу. Подождите, вебинар был. Курс начнется. Восьмого, да, извините, я уже забыл вот все. Столько событий, что уже забываю. Восьмого ноября начнется у нас. Восьмое, девятое, десятое начнется курс. Вебинар уже был, мы об этом поговорили. А учить, да, учиться мы будем три дня, восьмого, девятого, десятого. Если кто не знает, всего лишь нужно закинуть 200 долларов в депозиты на счет, да, вот в этой компании. И даже потом можно снять, если вы не хотите научиться и потом снять. Никто вас не остановит, никто вам не запретит. Но было бы логичнее эти 200 долларов оставить и потренироваться на эти деньги именно по технике парного трейдинга. Вот, по крайней мере, по нефти очень интересная сложилась ситуация. Спред, как я показывал, расширился до 6 долларов. Возможно, 7, 8,24 это был максимум. За последние несколько лет выше 8 долларов 24 центов я не видел спред. Вот он недавно из-за ураганов очень сильно расширился. Он был 2 доллара, падал до 1 доллара. И вот сейчас 6 и было 8. Если будет 7, я бы снова зашел против этого спреда на его сужение. Окей, что у нас еще тут есть? Евро. Голова и плечи пока сохраняются. Head & Shoulders так называемый. Вот если вы видите на графике, видите, мы до плеча даже не дошли. Как тут быть, что делать? У кого какие идеи? Ну, вообще, классика нам говорит, если формируется вот такая фигура, до пробития шеи вообще не трогать, не дергаться. Пока мы не пробьем 1.16.70, это оранжевая линия. Эта фигура, она актуальна только после пробития шеи. Или отскока от нее. Ну, тогда это не голова и плечи, тогда это не разворотная фигура. Мы же знаем, что это разворотная фигура. То есть, откуда пришли, туда и развернемся, упадем. Значит, если мы пришли снизу, мы упадем вниз и на уровень головы, скорее всего. Ну, это такие какие-то виртуальные лимиты, что ли, виртуальные уровни, которые ждет рынок. Обычно говорят, что на уровень головы 1.16, 1.20, ну, 400-500 пунктов, допустим, 400 пунктов можем упасть. Значит, от 1.16, 1.12 куда-то сюда можем упасть. Ну, я бы вышел уже на этой линии, потому что вот она, на Уикле, это вот эта вот трендовая линия, да. Если мы будем падать, вот где-то здесь на 1.13 чем-то я бы вышел, как раз уровень головы и получается. Ну, посмотрим. Не факт, что нам это дадут, не факт, что получится. Голова и плечи уже второе плечо нарисовалось, правое плечо, да, левое плечо состоит из одного плеча, голова она из двух состоит, даже из трех, ну, образно ее назовем одной головой, но все-таки средний шип, он выше, чем предыдущий, будем считать, что это и есть голова. Левое плечо, вот оно, еще один раз сформировалось и упало, и вот пока мы не упадем ниже, ничего не будет. Кстати, хорошая, ну, как идея, хорошая дата, да, вот Алекс Трейдер пишет, в четверг драги или голову нарушит или останется на верху. Теперь давайте поговорим, мы хотели на фунт перейти, Михаил, извините, давайте, фунт будет следующим, потому что у него по графику, по очереди открылся евро. Давайте евро закончим, тем более у нас будет, послезавтра будет заседание ЕЦБ. У нас будет лайк, живой эфир, всех жду, в четверг подключайтесь, вместе все это переживем, обсудим, это будет, наверное, все-таки уже движение, потому что в последние разы так особо-то ничего не было. Вот Евгений пишет, там даже корона на голове образовалась, такая коронка интересная, да, похожа на корону. Посмотрим, драги скинет корону с головы евро и улетит куда-нибудь вниз или все-таки нарисуется еще одна, другая фигура и орудия. Теперь, что обещает нам заседание 26 числа? Ну, во-первых, драги не обещал по поводу ставки ничего предпринимать. У меня сегодня тоже на курсе днем спрашивали, повысят ли ставку, господа, но это практически даже нелогично, невозможно, по идее, потому что, смотрите, до сих пор ЕЦБ выкупает облигации, да, выходит на рынок, у рынка собирает облигации и дает рынку деньги вместо облигаций. Это означает, что он стимулирует рост, экономический рост. Повышение ставки – это, наоборот, затягивание поясов. Значит, если он, с одной стороны, стимулирует экономический выкуп облигаций, с другой стороны, повышает ставку, это очень нелогичное действие, оно, ну, противоречивое. Подозреваю, что так не будет делать ЕЦБ, значит, повышение ставки отпадает. Что остается? Регулирование объема выкупа. Возможно, нам скажут, что, допустим, с 1 января объем выкупа уменьшится, допустим, до 40 миллиардов. Было 60, сейчас 60. Да, Алекс Трейдер, я об этом как раз говорю, что он будет делать со стимулированием. Возможно, скажут, что будет 20, есть даже такие прогнозы, до 20 может упасть объем выкупа. Есть еще варианты на 2018 год, то есть, 2017 оставим, там уже осталось одно заседание, следующее после 26, нет, или 2, ноябрь-декабрь. Возможно, просто скажут, в 2018, допустим, на выкуп облигаций осталось 150 миллиардов и все, и мы заканчиваем. Ну, то есть, сроки и объемы, вот единственная интрига. Сроки и объемы сейчас, ну, то есть, в ближайшее время, сроки и объемы в 2018, и все. Повышение ставки, я думаю, он затрагивать не будет, пока не закончится вот этот вот выкуп облигаций, стимулирование экономики. Как только оно закончится, уже можно думать потихонечку о повышении. Пока повышение ставки выглядит нелогичным, несуразным. С одной стороны стимулировать экономику, с другой стороны зажимать ставку, повышать. Да, это так не бывает, наверное. Если ЕЦБ так сделает, о, я подозреваю, там такое начнет, но он не сделает просто это, я даже не верю в это, никто, наверное, не верит. Может быть, будет так, как такая вербальная интервенция, что-то вроде такого предупреждения. Ну, посмотрим. Вариантов много, кроме ставки, кроме повышения ставки, всякие варианты есть и с объемом, и со сроками, и всякие словесные интервенции. Так что голова и плечи актуальны. Это не случайность, что совпала техническая картина с фундаментальной очень хорошо. То есть мы оказались почти на уровне шеи в тот момент, когда впритык подошли к заседанию ЕЦБ. И это заседание может или нарушить голову и плечи, или наоборот поддержать. Так что вот тут все логично. То есть мы не пробили до срока, не улетели вниз. Хотя может и так быть, мало ли, на рынок просочится какая-то информация. В кулуарах, где-то еще какой-то член ЕЦБ что-то скажет. Они постоянно выступают. Вот если кто смотрит календари, которые я показывал, у нас по понедельникам видео бывает. Вот там постоянно есть выступления разных комитетов. И ЕЦБ, и ЕФРС постоянно на разных конференциях там и сам выступают. Окей, идем дальше. Тут интрига. Я бы ничего не делал. А если произойдет пробитие шеи? Но не в момент заседания. Не спешите. Это как бы может быть ложный вынос. Вообще в момент заседания следует сидеть, пить чай и слушать в лайве меня. Как минимум просто разговаривать, общаться, беседовать, но не делать каких-либо действий. Не тот момент, когда нужно что-то ловить. Это опционщикам хорошо, волатильность ловить. А на спот рынке все может быть ложное. Шипы оставят, развернут рынок, стопы сработают. Лучше не делать. Лучше подождать, все пройдет, а там уже посмотрим, что будет. Никуда не спешите, евро никуда не убежит, рынок никуда не уйдет. А фунт? Нет, пока не фунт. Сейчас мы идем дальше. Даймлер, BMW, Apple на месте стоит, Microsoft новый хайп. Доу только что показал новый максимум. Вот прям показывает Bloomberg, у меня справа на экране новый максимум показал Доу Джонс непредневный. Так что вот так растет экономика Boeing, новый максимум. Я, к сожалению, вниз смотрю. Завтра у нас отчетность по Boeing. Захеджировался, купил 265 колы. Правда, не полностью. На 60-70% захеджировался. Если мы рванем вверх, небольшие убытки начнутся. Если мы уйдем вниз, то хорошая прибыль. Ну, посмотрим. Ну, я захеджировался и, наверное, сегодня закрою хедж полностью. Потому что я, ну, страшно. Это новый счет, новый клиент. И на этом новом портфеле сильно уходить. Мы уже там прибыль сделали почти 10% за эти 3 месяца. Неплохо. Для меня это очень хорошо, стабильно. Поэтому не хочется там уходить до плюс 8, до плюс 7. Вот поэтому я прикрою. Что у нас еще? Снэпчат у меня от Disney. Газ на месте стоит. Ничего интересного. Вчера с таким гэпом открылись наверху. Выше 3.16, там 3.17, даже 3.18 было. Сейчас посмотрим. Я просто не успел. Да, 3.18.7 почти было. Время было колы продавать. Но вот пока ничего. Двойная вершина. Иена. Она до выборов пробила. Не иена, даже доллар пробил. Иена. Понижение было по иене. До выборов было. И после выборов снова продолжилась. Ну, во-первых, тренд по доллару такой везде. Во-вторых, ну не совсем везде. Во-вторых, кабинет АБ победил. И это люди, которые любят стимулирование экономики. То есть, так скажем, удешевление иены, возможно, не закончилось. Да. И рост доллара это удешевление иены. Ну, возможно, даже не с этим связано. Ну, хороший момент для пробития. Помните, мы раньше, я вот тут тоже сузил. Очень люблю такие суженные графики, когда график долго тупит на месте. Вот такие вещи показывает. Чтобы не нервничать, я просто сужаю график, чтобы просто видеть линии и видеть пробой. Вот просто чистым пробой. Без свечи. А вот такой, как это называется, не свеча, бар. Даже полоска. Бар это если вот нажать вот это и увеличить, да. Вот это бар. А то, что у меня было, это просто сжатые свечи. Это просто полоска. Спрашивает Алекс, буду ли я переводить драги. Ну, нет, драги, наверное, я переводить не буду, потому что заседание, оно же позже начинается. А у нас запланировано на 15. Более того, наверное, не самый лучший источник для такого ресурса или источник, или метод для такого вот онлайн-перевода. Там все-таки нужно, чтобы в письменном виде было, и какие-то профессиональные были эти самые. Я могу не так услышать, не так сказать. Ну, я думаю, лучше все-таки читать где-то ленту. Многие даже находят, я не знаю где, на Forex.pf или еще где-то эту ленту смотреть. Лучше все-таки в виде ленты это видеть, прям вот фразы драги. Потому что это затянется, полчаса он выступать будет, потом вопрос, нам придется два часа сидеть в лайве, в чате. Так, идем дальше. Фунт. Дошли до фунта. По фунту у нас снова коррекция. Ну, такая коррекция очень внутри какого-то узкого диапазона. Так и не смогли на покупках нажиться хорошенько. Значит, у нас, дайте я гляну, макро-статистика выходила по фунту буквально на этой неделе. Я ее открою, просто очень был занят, не отслеживал. На телефон-то все приходит, на телефоне я видел алерты, да, так скажем. Есть, кстати, программа хорошая, я потом вам покажу. Сейчас я открою календарь и точно посмотрю, сколько чего вышло по Британии, чтобы не ошибиться. Вот, открываем календарь. Смотрим, а выйдет ли, вот в чем вопрос, он прошедшие даты не показывает. Или это еще не вышло? Подождите, это еще не вышло. Я бы, наверное, заметил. Что-то я не пропоминаю, чтобы по фунту было что-то. Давайте все-таки открою и посмотрим. 27, обновлю, применить фильтр. Да, не вышло. ВВП будет только-только-только завтра. Завтра будет ВВП. Кто-то, я думаю, вроде я и не следил, но и не помню, чтобы какая-то была цифра. 1,4 ждет рынок. В календаре я только что посмотрел. 1,4 ждет рынок. Было 1,5% роста. Квартальный 0,3. Было 0,3 и сейчас ждут 0,3. А вот от этого ВВП зависит частично в моменте, что будет происходить. Потом еще драги жару добавят в четверг. Но наверняка фунт тоже не будет стоять на месте. Будут движения на всем рынке. Пока делать нечего. Вот есть восходящий трендовый вот этот канал. Пока мы его не пробили, вокруг него движемся. Хорошее место для покупки с хорошим стоп-лоссом близким. Потому что все-таки нельзя сказать, что тренд восходящий пробит. Мы все-таки выше вот этой 1,28. Очень важный уровень. Прям на выкле даже он виден. Очень важный уровень 1,28. Мы выше вот этого восходящего канала. Да, меня терзают сомнения по поводу вот этого сужения. Это такая консолидация. Немножечко она напоминает, что можем пробить. Но вот не знаю. Посмотрим. Пока делать нечего, кроме как для ярых быков покупать с близким стоп-лоссом. Достаточно близкий, я скажу вам. Если вы где-то подобрали вот здесь на 1,3100, близко к текущей цене, то стоп будет стоять на 1,30. Ну, 100 пунктов. Окей, уменьшайте сайз, ставьте стоп 100 пунктов или чуть больше. Я не сторонник прям покупки здесь сейчас, потому что когда у нас какие-то важные события впереди, может быть волатильность, каша, хаос, цепляет рынок стопы, цепляет тейк-профит. Ну, хаос. Лучше в такое время не торговать. Ну, с другой стороны, вы скажете, а когда торговать, если не в такое время? В такое время лучше наблюдать, понимать, записывать это в голове. Но вот прям в момент выхода или за несколько минут лучше не заходить. И зайдя до новости, будьте готовы, что стопы полетят. А без стопов опасно. Мало ли что Драги скажет. Помните предыдущего председателя? Он как бы свалил очень нехило евро с 1,60 до куда-то очень сильно вниз лет 10 назад. Так что все может быть. Хорошо. Но по фунту все же при хорошем ВВП завтрашнем я бы стал быком. Даже на Драги не смотрел бы. При хорошем ВВП инфляция уже неплохая. Да, везде инфляция уменьшилась. Прям вот остановилась. Был инфляционный рост, был инфляционный поток вверх по всем регионам. И США, и еврозона, и Британия. Но вот тупит инфляция, если выражаться языком тимнеджеров. Окей. Что у нас есть? Значит, по валютам мы говорим. Идея по евро крутится вокруг линии головы и плечи, линии шеи. Крутится вокруг того, что сделает Драги послезавтра. Вокруг фунта есть целые две даты. И если говорить хоть о каком-то сигнале, вы меня заставите, если все-таки свое мнение выразить, я бы сказал, я больше настроен на покупки. А если будут на Драги или на ВВП какие-то сильные уходы вниз, то все-таки 1.28 сильнейший уровень, чтобы еще раз зайти в покупку. Далеко, конечно, до 1.28 целых 300 пунктов. А пока у нас есть вот эта формация где-то вот здесь. Может быть, я немножко эту линию неправильно нарисовал. Похоже, что рынку может быть вот так больше нравится. Даже, да, наверное, чуть-чуть грязно, если исполнить. Вот эту взять свечку, может быть, вот так. Потому что очень он любит. Вот прям коснулся раз, два и тут коснулся. Так что мы на грани, мы прям вот четко касаемся линии. Малейший проскок и может на стопах очень сильно уйти вниз. Для быков очень тесные ставьте стоп-лоссы и не жалейте, что они сработали. Ну, что делать, сработали, сработали. Для медведей ждите пробоя плохого ВВП и там можно прокатиться пунктов 100-200. Но дальше я бы все-таки от этого важного уровня брал. По фунту ничего плохого не происходит фундаментально. Банк Англии очень медленно, очень сильно переживает по поводу того, поспешит, не поспешит. Но фундаментально созрела давно уже ситуация повышения. Хорошо, они не пошли на повышение так быстро. Они, так скажем, не поторопились. Здесь инфляция снова остыла, не только в Британии, везде. И вот если новый скачок, новый виток, как говорил Фишер или кто там был, не помню, Чарльз там чего-то, не помню, Эванс, да, Чарльз Эванс говорил из ФРС, что нам просто сейчас необходимо 2-процентная и выше инфляция. Она просто нам необходима, моментом такой. Потому что вроде была, мы пошли на повышение, не получится ли так, что это какая-то провокация была, а потом инфляция снова скатилась куда-то вниз дефляцию. Так что вот надеемся, что это временный отскок инфляции с района 2,1-2,2, даже по Британии было 3 в район, там куда-то ниже 2,1-2. Возможно, снова она усилится. Хорошо, идем дальше. Ну, у нас почти ничего не осталось. Австралийц, помните, мы брали на касание этой линии, но я закрыл позицию тут на демке, говоря, что-то вам говорю, я тоже делаю. Я закрыл Австралийц, там 100 пунктов было, один лот был взят, или 100 пунктов, или 10 лотов было взято, не помню. Сейчас посмотрим, я закрыл. Да, все-таки, наверное, 100 пунктов было взято на одном лоте, около 100 пунктов. Тут тоже делать нечего. Хорошая линия, очень сильная линия, мы касаемся, приближаемся. Это Уикли, кстати, это не Дейли, на Уикли это еще сильнее заметно. Приближаемся туда, где-то в этой зоне я бы покупал и пару раз бы это делал. Ибекс на месте, Каталуния, конечно, подводит, но пока ничего определенного там нет. Ни в ту, ни в другую сторону новости пока не переклинили. И той, и другой стороне очень сложно принять какое-то решение. Тесла, помните, мы говорили, что вот эта линия очень важная, она видит, график видит эту линию, видите, мы коснулись, пробили, один раз захотели зайти, несколько дней бомбили эту линию снизу, отскок, еще одна попытка, отскок, последняя попытка, отскок и провалились вниз. Так что, если индекс сейчас на максимумах, кстати, Трамп выступает прямо сейчас, по-моему, это прямо сейчас, I believe we will pass tax reform, ну, понятно, у тебя выбора нет, не делать tax reform, наобещал. Если рынки на максимумах, то Тесла повалится вместе с ними и с удовольствием это сделает в район 300 долларов, ей сам Бог вилево пасть. Двойная вершина, пробой уровня, всякие. Ну, единственная хорошая новость сегодня, вчера в Шанхае с местным муниципалитетом заключила Тесла соглашение, по которому она экономит 20-25% в цене в костах, в себестоимости. То есть, как отверточный бизнес, что ли, сборка, будут где-то уже завозить. Ну, что-то вот с этим связано, с какой-то пошлиной лишней, я не читал до конца, но понял, что они сэкономят деньги. И, наконец-то, они договорились. Хорошая была новость, но рынок не пошел вверх, они, наоборот, развернули Теслу. Ну, Шанхае, это не весь бизнес Теслы, так что. Что у нас еще есть? У нас есть на ZDK, ну, как-то мы, когда это обсуждали, был как раз пробой, и он все еще остается. Кто-то спрашивал тогда. А, вот, фунт новозеландский доллар, видите, как хорошо по теханализу ходит. Мы уже говорили об этом канале, он сформировался. Снизу, там, тройка, другая, 3-4 касания на 4-часовом. Сверху 3-4 касания, вот, раз, два, три, 4, 5, 6, несколько раз за день. И, наконец, пробили. Идеальный сигнал. Ну, это 4-часовой, поэтому мы пропустили эту неделю. Пробили, разворот, касание, и ровно от этой линии с хорошим драйвом уход вверх. Сейчас уже делать нечего. Мы эту линию пробили, потолок пробили, ушли на второй этаж. Даже на третий. Вот он, первый этаж, второй этаж, третий этаж. Так что, вот, очень неплохо технично. Я, кстати, присмотрюсь к этой паре, раз она так технично ходит, мне она нравится. Мне нравится, правда, 4-часовой. На Дейли совсем грязная картина. Ну, хотя нет, двойные дно, двойные и тройные вершины. Неплохо, неплохо технично ходит. Хотя, куда Новая Зеландия, куда Британия. Вот поэтому она и ходит по теханализу. У нее фундаментала нет. А там ловить между фунтом и новозеландцем нечего. Нужно ловить или ситуацию на фунте, или на новозеландце. Кросс такой шальной. Вот этих анализ влияет все оставшееся время. Ну и S&P. Вчерашний такой разворот. Неуверенный сегодня откупается. Все откупают. Просто на индексах откупают каждый жалкий провал. Каждый процент коррекции откупается так, словно рынок голодный на рост. Словно это не он растет уже 8 лет. 8, да? Да, 8 лет. Словно это не рынок S&P или Dow Jones с ноября прошлого года. Просто адски взлетел с 2000 пунктов до 2570. Ну это может не так много в процентах, но для года, который не последний, не первый, точнее в череде роста, это хороший показатель. 500 пунктов на 2000 это делим 25% получается. Индекс S&P, если брать дно, ноябрь 2016 года, вот этот провал на Трампе, вы видите его, почти 2000, ну не 2000, 2030. И текущие 2570 это 500 пунктов, даже больше. К 2000 это одна четвертая. Да, получается 25%. Да, если я не ошибаюсь, 25% прибавил рынок за год. Давайте уточню. 500. Да, ровно 25, даже может чуть больше. Хорошо. Если вопросов нет, дальше, по-моему, уже больше графиков у нас нет. Нет, золото, ничего интересного, как мы и говорили. Вроде и остается вверху канала, вроде и не может расти, потому что фондовый рынок растет, уходит золото. Никаких интересных сигналов нет. Но те линии, которые у меня нарисованы, они вроде актуальны в той или иной степени. Но, по крайней мере, сигнала я не вижу. Сырье пока подводит. Индекс доллара, посмотрите, как интересно, технично в Дейли-канале. Хорошенько падал, 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 пробил. То есть, обратная голова и плечи от евро здесь формируются. Перевернутая. Вот она голова. Может, даже еще чище. Вот, как Евгений говорил, по евро и USD есть корона. А здесь просто чисто голова, вершина, плечо. Второе плечо. Ну, давайте нарисуем. Второе плечо. Тут, мне кажется, куда четче сигнал может быть по индексу доллара. И как раз ни драги, ни фунт какой-то, ни что-то еще не помешает. Потому что тут все. Сборная такая солянка всех валют. Это индекс доллара против всех валют. И фунта, и евро, и франка, и что там еще? Франк, фунт, и иены. Да, вот. Четыре валюты в разных процентных соотношениях. А в итоге мы получаем вот эту вот линию поддержки мощную. Давайте ее прям мощной нарисуем. Да, очень похоже на то, что на евро, только перевернутое. Приближаемся к отметке 94 с копейками. И, возможно, пробитие этого уровня нам даст уход куда-то вот туда. Возможно, снова настанет эра роста доллара. То есть, фундаментально, что мы должны увидеть? Мы должны... А, шесть валют там все-таки. Я думал, четыре. А кто еще? Евро, фунт, иена, франк. Что еще в портфеле? Канадец, да, канадец. Канадец, маленький процент там. Ну, еще какая-то валюта, да. Канадец, и что может быть? И шведская крона, а, ну вот. Ну, и та, которая не особо у нас популярна среди трейдеров. Окей. Ну, то есть, те страны, с которыми торговый оборот, видимо, большой, вот они и есть. В том валютном соотношении, в котором доллар имеет торговый оборот. Итак, что должно произойти по еврозоне и по ЕЦБ в четверг, чтобы доллар пробил вверх, евро пробил вниз? Неуверенность драги, отсутствие четкого плана, всякое бла-бла-бла, мы не готовы или мы готовы, но там в будущем там неизвестно что. Вярый ответ на вопросы на пресс-конференции, ну, это уже потом будет, сначала рынок отреагирует, потом будет пресс-конференция. Отсутствие каких-то даже сроков, вот это вообще идеальный уход евро вниз. Ну, то есть, то, что все еще будет держать евро дешевым, потому что меры смягчения количественного, похоже, должны повлиять на пробой. Но все может быть по-разному, потому что иногда рынки списывают все в один раз. То есть, если драги сейчас не сделал, то в следующий раз уж точно сделает все, мы уже готовы на следующий раз докупаться. Так что вот это рынок, поэтому, говорю, в день выхода данных ничего лучше не делать. Переварить, посмотреть, что будет, а потом решать, как это вообще влияет, куда вообще мы стремимся. Ну, и Алекс Рейдер пишет, что каждый декабрь пересматривается соотношение портфеля в индексе доллара. Я вот этого не знал, кстати, что каждый декабрь, я думал, надолго все. Все, вернулись к нефти. Как раз время подошло к концу, 21.20. Я, наверное, потихоньку закругляюсь. Много о чем сегодня говорили. Я, может быть, покажу вам пару графиков в секунду. У меня же были графики на эту неделю. Их не так много, их не так много. Но я пару штук открою. Раз. Сейчас переключусь. Ну, даже они больше рынка не касаются. Ну, и хорошо, о рынке мы много говорили. Может быть, даже немного отвлечемся. Я тут 5-6 картинок насчитал за последнюю неделю, которые я сохранял у себя в загрузках, в папке, чтобы показать вам, что еще у нас было. Вот, может, еще вот этот график был. Да, разные картинки. И часто даже не по делу. Итак, переключусь сейчас на картинки. Посмотрим, что у меня есть для вас. Как я сказал, не факт, что прям по делу. Ну, вот начнем с этой карты. Нет, вот с этого графика. Динамика экспорта и импорта технологий России. Ну, это интересно, наверное, тем, кто живет в России или близко к ней. Все-таки с 2014-2013 года меняется динамика. Видите, вот это вот поступление от экспорта технологий. То есть, они продают технологии в экспорт. Скорее, это все-таки какие-то вооружения или еще что-то. Это тоже, наверное, считывается в технологиях. И совсем немного падает импорт технологий. То есть, отказываются от внешних. То есть, улучшается вот эта динамика. Потому что, если бы там ни санкции, ни ситуация, тренды очень были нехорошие. Импортировали много технологий и экспортировали все меньше, 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 меньше. Вот теперь выравнивается более-менее эта динамика. Продают больше технологий, все больше и больше и покупают чуть меньше. Просто график нашел такой интересный. Я бы удивился, что вот такая смена тренда. Я думаю, она все-таки вялая, не такая прям очевидная. Еще один график – это соотношение биткоина против золота. Ну, понятно, и к доллару такое же, ко всему. Не потому, что золото как-то изменилось. Потому что биткоин изменился, 6 тысяч уже было. И вот, фактически, посмотрите, на уровне... В то время, как золото стоит на прежнем уровне, почти не меняется. В это же время биткоин улетел очень сильно. И к золоту, и к доллару, и к S&P, и ко всему, ко всему. Но если S&P хоть как-то растет, ну не так, как биткоин, конечно, то золото вообще стоит на месте. И вот это соотношение не всегда было таким. Долгое время золото стоило дороже. Время от времени биткоин приближался, не мог пересечь. Ушло 4 года на то, чтобы стать дороже золота. И вот в 2017 году он стал дороже в 5 раз. Хотя долгое время тратировался чуть ли не в половину золота, даже в треть. Вот такой вот биткоин. Что еще у меня есть? Еще один график, наверное, уже совсем не экономит. А, нет, это выросший в последний год или год. Да, в 2017 году акции выросшие больше всего. А вот Dammag Properties, это скорее китайская компания. Это компания, которая входит по... А вот Евгений спрашивает, учтена ли курсовая цена рубля? Да, не знаю, не знаю. Вот интересно, учтена или нет. И Олег пишет, что Dammag Properties, это арабская компания. Ну да, наверное, он прав. Я не знаю, какая это компания. Она в топ-10 по росту прибыли. А, Эмираты. Отлично. Олег пишет, что Эмиратская компания. Тысяча... Миллион двести пятьдесят... Нет, то есть, тысяча двести пятьдесят семь процентов прибавила. Какой миллион? Тысяча двести пятьдесят семь процентов, скорее всего, занимается недвижимостью, строить какие-то. Да, Олег, если я не ошибаюсь, строить, наверное, небоскребы, торговые центры или же даже какую-то коммерческую недвижимость. Строительная, да. На втором месте китайская. Automated Services какая-то, да. Понятно, что услуги по автоматизации чего-то там в автосекторе. Ну и вот еще одна какая-то, похоже, китайская. Ну вот эта компания, которая увеличила свою прибыль, revenue, оборот даже, доходы. Оборот тоже, можно сказать, на такую величину в разы, в сотни раз. И ни одна американская. CNPC Capital китайская. Hutchison, я не знаю, что за компания. Jabal Omar, понятно, что не американская. SK Holding, что-то знакомое. Индийская, что ли? Вот не помню SK Holding, не знаю. SF Holding какой-то. Мелкая International Development. Вот, похоже, максимум здесь одна американская компания. Вообще, для Америки было бы круто увеличивать доход, оборот на сотни процентов. Вот такие вот компании из развивающихся стран, где такое скорее реально. Ну и, наконец, совсем отвлечемся. Такой график, инфографик. Нет, давайте еще одну рыночную посмотрим, потом отвлечемся. Сейчас. Вот, график госдолга США. Сейчас все говорят, что он приблизился, он выше 100%. Он уже несколько лет выше 100% госдолг по отношению к ВВП. То есть мы сейчас не абсолютные величины смотрим, да, а соотношение к экономике, к ВВП. Допустим, долг 100 миллиардов, ВВП тоже 100%. Значит, соотношение 100%. Так вот, посмотрите, какие-то годы были, когда соотношение госдолга было вообще мизерным. Ну, например, хорошие годы. 2001-й вроде недавно было, а госдолг был в два раза меньше по отношению к ВВП, чем сейчас. Сейчас 106, тогда было 54. Долгое время он был такой, и только в кризис QE, вот эти вот печатания денег и все такое, увеличили достаточно резко по отношению к 2001 году, в два раза увеличили соотношение долга к ВВП. Вот это уже опасно тебе. Вообще, мировой банк говорит, что 77% это уже опасная цифра. Ну, такой критический уровень, выше 77, это плохо. Но таких цифр нет. Если мы посмотрим Японию, то там, по-моему, 250%. И, тем не менее, нормально живут. То есть, никто же не говорит, что Япония это большой-большой пузырь, скоро все там закроется, развалится Япония, иена, там, обицы. Никто же так не говорит. Поэтому, если у вас есть идеи по доллару, что 20 триллионов госдолга это очень-очень плохо, это катастрофа, учтите, что ВВП тоже большой. Вот он, ВВП, миллиардов долларов, 18 триллионов 752 миллиарда. А долг 20 триллионов. Вот как раз и получается 106%. Если ВВП будет расти, может только оставаться на месте, но, как Трамп обещал, сильно развивать не будет, хотя как, если он наметил реформы, должен, то эта цифра будет уменьшаться. Будет не 106, а, допустим, там, 103, 104, 102 и ниже 100. Посмотрим, как будет меняться. Пока динамика, да, рекордная за последние много-много лет. Хотя я слышал, в 60-е была похожая ситуация, но нет, нет, не было. Вот именно такой, как сейчас, не было. Но это не критично. Ирина говорит, что Япония существует за счет поддержки США. Нет, Ирина, я от вас не ожидал такого вот ответа. С чего вы взяли? Голос-долг Японии – это внутренний долг. Единственное, чего у них нет, это валютного риска. Они в иенах его выпускают, банки покупают, поэтому этот огромный, назовем его, пузырь, он больше внутренний за счет заимствований в иенах. Но почему же Япония существует за счет поддержки США, я не знаю. У меня такой нет информации, Ирина, что именно так обстоят дела. Вот Евгений пишет, в 50-м году было, да, 94, близко к текущим уровням. Я, наверное, упустил этот момент. Сейчас еще раз посмотрю. В 50-м году было 94, 50-й год. Да, 94 было, все верно, я не увидел. Банк Японии частный на 45%. А вы знаете, что у швейцарского центрального банка даже акции котируются на бирже? Там фрифлот небольшой, но акции котируются на бирже. То есть можно купить акции с швейцарского центрального банка. Представляете, ЦБРФ, его акции кто-то покупает. Ну, то есть, что тогда по-швейцарски говорить? Нет, Алекс, Ирина, не надо прям такие советские газеты читать. Не так это, на самом деле. Это не так, что банк Японии существует за счет США, или что если банк Японии частный на 45%, то в этом есть какая-то беда. ФРС тоже, по идее, частный, большей частью. Но это же не мешает регулировать экономику, не мешает быть. То есть давайте от теории Замбров просто отходить и отказываться. Я отказался давным-давно, и видите, не страдаю сильно. Наоборот, это помогает. И как раз знаю очень много людей, которые все ближе и ближе к теориям Замбров, потому что они читают определенную прессу. Не будем даже говорить, из какой страны. Желтую, не желтую. Да, скорее желтую. В финансовом рынке тоже есть желтая пресса. Да далеко ходить не надо. Zero Hedge. Zero Hedge – это желтая пресса. Такая, так сказать, как их называют, анархистская. Так, ставка по канадскому доллару, Оксана, тут я не скажу. Я не знаю. Я не слежу за канадским долларом. Вот просто давайте это кто-нибудь другой сделает. У нас еще и время подходит к концу. Я обещал, конечно, следить за австралийцем, за новозеландцем и канадцем. Буду это делать. Снова пообещаю. А, последний график для того, чтобы вообще расслабиться и пойти пить чай, встретить вечер уже без статистики, точнее, со статистикой, только без рынка. Посмотрите на… Да, вот график ожирения. Вот здесь девочки и мальчики до 19, с 5 до 19 лет с избыточным весом. Оказывается, больше всего в кавказских странах девочек с избыточным весом, видимо, это там не считается проблемой большой. То есть, если там куда девочка, это плохо. Дальше. Мальчики почему-то Беларусь. Очень много молодежи с избыточным весом. 26%. Но если вы посмотрите развитые страны, то там вообще катастрофа. США с каждой второй подросток между 5 и 19 лет с избыточным весом. Ну, это же просто караул, катастрофа. А среди девочек чуть меньше, но тоже 39%. Каждый почти третий. Что еще? Великобритания, Китай, просто красные-красные цифры. Так что бывшие страны, да, блока социалистического, и тут нет, тут только советские бывшие республики, и даже неплохо выглядят на фоне вот этих развитых стран. Тут только Япония выделяется, всего 12, среди девочек, 16 среди мальчиков. Все остальные страны, ну и Китай 20, хотя 20 это много, как Армения, да. А все остальные страны просто ужас-ужас, особенно США, 44% мальчиков с 5 до 19 лет имеют избыточный вес. И вот видно по странам, лучше всего Таджикистан. Ну, не будем шутить на эту тему, возможно, там просто как бы не та страна, чтобы переедать, или я даже не знаю. Возможно, дело не в этом, в каких-то других особенностях, традициях, менталитете. Ну, вот такой вот график. На первом месте среди девочек Кавказ, прям все три республики, прям подряд идут Казахстан, Беларусь, среди мальчиков, вот я тоже удивлен, Беларусь, Латвия почему-то, каким боком. Ну, вот такая статистика. Окей, у меня все. Ну, вот хорошая позитивная статистика по странам, которые очень сильно отстают от западных по развитию, по экономике, по доходам, но зато, по крайней мере, проблем с весом таких нет, как в США, Великобритании, Китае и даже частично в Германии. Вот хорошая новость напоследок. У меня все, всем спасибо, увидимся уже на курсах. В этот четверг не будет ничего, будет только лайв, у нас будет там вот в 15.00 прямой эфир. И 8-го числа у нас курс, парный трейдинг, всем рекомендую, приходите, будет интересно, у вас будет на руках хороший метод, по крайней мере, всего бесплатно, даже можно сказать, эти 200 долларов можно в любое время снять. Так что вы сможете узнать о новом методе, о тонкостях. Ну, и тут по канадскому доллару дали ссылку, текущая ставка, все тут написали, банков Канады даже ссылку дали, всем спасибо. До свидания, увидимся в следующий вторник и в четверг в 15.00, да, по-моему, там было запланировано, или 14.00, там с чем-то. В общем, посмотрите календарь в лайве, в прямом эфире мы будем комментировать действия ЕЦБ и готовиться к тому, что может сказать Драги. А когда начнет Драги говорить, мы разойдемся и будем каждый следить сам. Все, все.